тема у нас была заявлена йога детокс давайте начнем с того что мы немного договоримся в терминах что такое детокс очистка разгрузка давайте пойдем дальше от чего разгружаемся токсины шлаки да то что неправильно кушаем но это уровень физики мы рассматриваем а есть еще уровень энергии да вот поэтому у нас называется йога детокс прежде всего очень важно понять что основополагающий момент в йоге это шауч или чистота именно чистота это первый шаг к тому чтобы начать чувствовать спокойствие когда мы чувствуем внутреннюю чистоту когда мы чувствуем вот этот резонанс с чистотой мы чувствуем и дальше уже следующим этапом спокойствие с чего же начинается чистота в йоге конечно же это питание первое потому что питание обуславливает работу нашего сознания то есть есть мнение что 50 процентов работы нашего сознания обусловлено нашим питанием то есть если у нас в кишечнике плохая микрофлора у нас там происходит брожение или гниение то это микрофлора влиять на наше сознание то есть у нас различные эмоции могут проявляться которые нам не свойственные состояние перепадов на очень сильные эмоции настроение может быть кроме этого у нас в нижних центрах поскольку кишечник это да как раз вот нижние центры это садхистана чакра район садхистана чакры скапливается токсины и соответственно застой энергии происходит то есть у нас автоматически там до больше энергии и она не самая позитивная нужно понимать и когда происходит йога-детокс так скажем вот питание правильно он начинается с очищения мы затронем эту тему также немножко шаткарма потому что она важна особенно в ключе питания и следующий момент в йога-детоксе и пожалуем наверное следующий а основной это сознание то есть именно с работы сознания начинается вообще йога потому что по своему опыту я вижу что ну наверно лет через пять среднем плюс-минус мы можем действительно подойти какой-то чистоте а внутренней я имею ввиду то есть мы можем немножко разобрать тот весь налет правильное слово будет который у нас есть а зачем нам вообще вот следить за тем что мы слушаем смотрим может не надо следить многие вот люди живут и говорят ничего нормально это послушал и забыл вот это ключевой момент когда мы потребляем ту информацию которая скажем нам кем-то навязывается она навязывается очень много сейчас информации на этой основе у нас начинает формироваться принятие решений у нас начинает формироваться вообще то чем мы будем заниматься и на самом деле здесь нужно понять что вот эта информация она закладывается у нас не только средствами массой информации она закладывается образовательными институтами потому что они собственно для этого на самом деле то и созданы вот если так брать то есть научить нас считать писать это одно но сформировать на определенное мышление определенные схему действий в том или ином случае это одна из их задач на самом деле и вот когда мы начинаем подходить к внутренней чистоте мы начинаем замечать вот эти вещи которые в нас есть кроме того мы начинаем также понимать и видеть какие-то вещи которые заложены в нас в том числе и родителями чем потому что родителей здесь не то что там кого-то мы обижаем а в том смысле что они просто в этом не разбирались сами то есть вот им их так научили и они просто но автоматически транслируют то же самое и это касается до определенных таких вещей то есть чем тебе нужно заниматься да вот я там да вот какие примеры у тебя там подошел какой-то возраст все ты как бы там не женился ты не замужем кошмар а почему да вот а почему интересно то есть какие-то такие вещи есть конечно да позитивные там вещи там ответственность доброта там сострадание то что нам прививают то есть туда взаимопомощь это все очень правильные вещи но нужно понимать что вместе с ними у нас есть еще вот такой слой который нужно преобразовать вот йога детокс он и об этом и есть то есть прежде всего человек начинает работать со своим внутренним миром с чистотой этого внутреннего мира то есть первый шаг который нужно сделать это пересмотреть всю ту информацию которую мы смотрим и слушаем на предмет того куда на самом деле мы хотим двигаться очень хороший пример мне нравится в этом плане шерлок холмс да вот в книжке описывается когда его ватсон спросил как же так вы идеально знаете там криминалистику вы баллистику знаете там кучу кучу всяких дисциплин знаете которые вам помогают но вы там не знаете что земля крутится вокруг солнца это же вообще да это же элементарно но но он интересно ответил что на самом деле это мне не нужно это данном в данном случае в моей жизни ничего не меняет и он сравнил это тоже с таким моментом что знаете как говорил толстой можно знать очень многое но не знать самого главного и вот самое главное для холмса дело его жизни было да вот раскрытие преступлений помощь людям дать своим образом то есть это и он прямо так и сказал что говорит тут представьте у вас есть чердак и вот вы на этот чердак забрасываете все что угодно когда вам понадобится найти что-то найдете ли вы там это и в этом как раз тоже суть йоги то есть мы не то что там закрываемся от чего-то но мы берем только то что нам нужно информация которая будет нас мотивировать саморазвиваться показывать позитивные примеры кроме того повышать наш уровень сознания то есть какие-то у нас создавать позитивные идеалы вот многие скажем там сейчас очень отрицательно смотрят на ссср там да и на все что делалось тогда но тем не менее там была очень сильная система очень хороших светлых идеалов альтруизм очень сильно развивался то есть именно для всех что-то сделать на основе этого общество совершенно другое было вот открытость взаимопомощь очень хороший есть прямо серия экспериментов про детей это советские времена были и вот с детьми проводили разные психологические эксперименты и один хороший эксперимент когда брали ребят заводили в комнату и в этой комнате не предлагалось выстрелить в мишень и вот если они стреляют в одну мишень это как бы там идет там конфета и выпадают или рубль ему да да и подавляющее большинство ребят которые заходили и они говорили если ты как бы стреляешь в мишень которая тебе дает деньги никто об этом не узнает то есть ты просто пострелял забрал эти деньги ушел и как бы никто не знает да и подавляющее большинство выбирала для класса это и с кашей также сама был такой пример в этой же серии экспериментов то есть пирамидки когда психология масс как работает показывали ну вот кстати и вот дети которые закончим мысль дал мишень для класса которую там пару выстрелов да и пробитая почти вся там для себя идите все равно стремились для класса сделать для нескольких людей для какой-то группы людей так вот а по поводу психологии масс это как раз о том что человек существо социальное и это социальность она очень часто играет с нами плохую шутку и в данном случае вот это показывалось как например сидят десять ребят и им дают попробовать кашу каша например соленая и некоторые из них ну знали что она соленая они пробовали эту кашу попробовали и ну поняли что соленая им спрашивали какая соленая соленая все горели соленая а последнему например давали сладкую кашу и он пробует что сладкая и вы спрашиваете какая каша а он горит соленая я и другие да а вот как раз йога детокс осознанность она помогает она дает потенциал но это мы еще рассмотрим называется если в ведических писаниях посмотреть есть 21 качество знания перечисляется то есть это скромность смирение отказ от насилия обращение к истинному духовному учитью и одно из качеств там их 21 я все сейчас не вспомню но одно из них это способность противостоять диктату толпы то есть если до миллиона людей ошибаются это не значит что ложь стала истинная йога как раз вот дает вот эту осознанность и способность то есть у тебя автономность возникает другими словами социальная автономность то есть если ты знаешь что что-то так то тебе уже не важно кто что скажет вот вот этом такой аспект важный и он достигается тоже через разбор того что мы смотрим и слушаем и здесь очень тоже важно что на самом деле такие вещи есть интересные кто-то может знать кто нет но практически все фильмы которые нам показывают они прошли очень серьезную обработку психологами да то есть вот если вспомнить прекрасные добрые фильмы гайдая которые все любят никто-то не обращал внимание может быть там очень конкретно идет пропаганда алкоголя и табака то есть главные герои в напряженных или в радостных моментах постоянно курят употребляют рюмашку да там опрокинуть и так далее это же не происходит бесследно но потом когда у нас возникает аналогичная ситуация если мы этот фильм смотрели мы наблюдали за родителями которые были грустные грустные а потом сели за стол махнули и стали веселые да да и ребенок думал он подходит а ему говорят а тебе нельзя ты еще маленький и и понимаете вот эти все вещи они в социуме просто переворачивают с ног на голову именно за счет них происходит вот это вот управление глобальное нами как существами и по поводу интересный момент вот кто-то тоже может быть посмотрит есть такая татьяна черниговская очень интересная женщина она если очень давно уже исследует работу головного мозга и у нее очень много интересных моментов о том что мы на самом деле ничего не забываем и этому есть подтверждение то есть если кто-то да немного хотя бы там смотрел интересовался гипнозом гипнозе человек может вспомнить абсолютно все вот нам кажется что мы этого уже не помню на самом деле мы все помним а досвид или опыт есть у нас кто был на випассане тот наверняка столкнулся с тем что когда ты стараешься прийти к внутренней тишине все то что ты смотрел или слушал а вот на погружении в тишину на ретрите она начинает тебя всплывать и не давать тебе делать то что тебе нужно делать и таких на самом деле вещей очень много в том числе от энергетический аспект я затрону вот часто показывают модели поведения да то есть как выстраиваются взаимоотношения между мужчиной и женщиной а вы не замечали потом вот когда вы давайте тут надо начать с того кто еще смотрит сериалы есть такие телевизор не но я не имею ввиду ведические сериалы нет но вот хорошо значит уже никто не смотрит но если вы вот теперь с этой позиции начнете наблюдать то вы начнете замечать что как часто люди или там вот пары вот за кем-то наблюдать вот как они себя ведут они ведут прям вот себя и дети также сама как и герои каких-то фильмов шаблоны да то есть у них у них прям идет модель поведения то есть они общаются в них жесты слова мимика плюс они от партнера хотят того что они видели в этом сериале фильме и так далее то есть вот так вот все закладывается и это вот потом на основе этого конфликты разводы тому подобное а есть еще интересный момент тоже вот например часто показывают что мужчина и женщина спят в одной кровати с точки зрения например ведической культуры этого было неправильно потому что во время сна происходит обмен энергии мужчины и женщины получается же на подобные мужчины и мужеподобные женщины в частности например кшатриям или витязям воинам то есть и вообще ведические времена всегда была мужская женская половина дома и мужская половина дома спали на отдельных кроватях обучение было кстати раздельным еще это не так давно было были мужские гимназии женские гимназии это не просто так все было сделано и вот разбирая эти вещи ты начинаешь видеть как вот все меняется у тебя в жизни как меняется то как ты вообще смотришь на ситуацию как ты смотришь на самого себя и на происходящее вокруг то есть происходит действительно детокс и трезвление не с точки зрения того что ты там перестал уже пить алкоголь а с точки зрения того как ты воспринимаешь реальность и почему ты вообще стремишься очень важно прежде всего это вот сделать этот глубокий детокс начать выгружать это все из себя потому что я вот по себе сейчас вижу что очень глубоко сидят какие-то вещи которые казалось бы я даже не думал что они для меня важны но я вижу что сейчас да вот там какие-то происходят явления которые мне вот там прямо вызывают реакции и я вижу что эта реакция уходит своей глубиной в сцену которые когда-то видел там фильме и она у меня отложилась на не там как-то понравилось это как-то ярко подали и вот я прям ловлю себя что я сейчас могу также среагировать или я могу себя так повести вот эти вещи все они очень важны и поэтому и говорится что знаете когда мы съели что-то не то проблем нету мы сейчас коснемся тоже этого момента у вас это все может спокойно вы там вывели это все из желудка очень быстро до нас вырвало и все но если на что-то попало в сознание то избавиться от этого уже совсем не так просто как это казалось детокс это очищение очищение от токсинов то есть но если так копнуть глубже то у нас содержится очень много и так ну детоксов токсины и яды да у нас и так содержится там достаточно много яды ума их называют то есть базовые это страх невежество и страсть там жадность еще такие вещи помимо этого в нас есть еще та информация которая сидит у нас очень глубоко и она эти вещи усиливает то есть это как программа ну вот когда мы на компьютере вызываем диспетчер задач да там куча процессов идет если мы что-то не отследили и там очень много процессов крутится которые мы не знаем и вообще не понимаем что они там есть и вот эти процессы они влияют на нас это как раз такой тоже лозунг я всегда хочу на него сделать оговорку там говорят будь собой да вот кто собой где ты во всем в этом то есть ты посмотрел 20 лет ты смотрел фильмы в этих фильмах что-то тебе говорилось у тебя сложилось действительно какая-то такая парадигма внутренние все это в какой-то компот такой смешалась ты как-то в этом всем живешь и суть в том что вот когда мы практикуем йогу медитацию ездим на ретриты у нас развивается осознанность есть хороший пример представьте есть вот такой круг или шар и вот из этого круга там 30 градусов сектор это наша осознанность а все остальное это не неизвестная нам часть то есть мы вообще не знаем что там содержится цена закрыта от нашего понимания и когда что-то всплывает от из этой глубины сюда мы такие о нам захотелось конфету нам захотелось посмотреть то скушать это тоже там или как-то среагировать и нам кажется что вот это наше понимаете но штука то в том что вот это от от нас это а точно ли это наше то есть наше это как бы если говорить с точки зрения уже ну понимание йоги то наше это то что как бы из нашей души исходит от нашего духа от вселенной то есть мы как бы вот эту взаимосвязь единение чувствую очень хороший момент программы которые работают без нашего ведома и они обуславливают нашу реакцию мы даже не подозреваем что это из них происходит они такие раз нам туда мутки о например мы пошли выбрать какой-то товар и на самом деле вся эта реклама которую мы посмотрели она же создается тоже не просто так она создает у нас ощущение знакомого доверия когда нам под определенным углом показывает там улюбающиеся люди цвет звук запах да посмотрите 99 франков там очень хороший фильм когда рекламщик он все это рассказывает он говорит что мы создаем не бренды для людей а мы людей под бренды затачиваем и вот когда вы это заметите вы заметите что вот этот выбор он у нас во многом обусловлен а ведь если мы хотим действительно прожить как бы да настоящую свою жизнь те задачи выполнить которые для нас нужны для нашей души то надо постараться вот эту осознанность развить чтобы и очи очистить наше внутреннее состояние и вот мы начинаем тогда замечать и разбираться что вот это нам хочется или наша реакция возникает из того что на самом деле у нас работает вот эта программа и мы начинаем уже замечать и контролировать и только тогда мы действительно будем понимать лучше сами себя это прежде всего вот отбор информации как я сказал уже которая на которую мы смотрим то есть не смотреть всю ту социальную информацию то есть надо взять и хотя бы для себя для начала выбрать так мне интересно там разобраться с йогой я выбираю вот это направление все вот этот сектор я его изучаю то есть я не загружаю себя все остальное и конечно же я практикую очень хорошие практики все в принципе очищает то есть на физическом уровне вот воздействие асана то есть на через асаны работает тело работает психосоматика то есть мы как вот вчера говорил если мы во время асан погружаемся и смотрим почему возникло мы глубоко работаем с собой сейчас он это своеобразным нужно превратить в медитацию то мы будем видеть вот эти зацепки которые у нас есть как бы свои слабые стороны начнем замечать ведь опять же как заметить какую-то программу вернее или как каким образом да эти программы точнее для начала чтобы подобрать что нам нужно для избавления от этой программы нам нужно понять какая программа а то есть с чем она связана и тогда мы сможем разобрать важный момент о том что что мне делать с этим какой практикой пользоваться и когда мы начинаем уже видеть какая программа когда нам становится понятно какой инструмент для этого брать да то есть там топор лопату знаю что там еще нам нужно до секатор и это не то что мы там прекращаем как-то быть социальными очень важно кстати бы не то что мы должны забыть об этом но мы должны посмотреть на этой как на некую модель которой следуют другие люди то есть мы с помощью этого сможем лучше понимать других то есть мы понимаем почему они так думают но в нас этого то есть мы это уже должны себе как минимум начать видите контролировать и когда мы начали это видеть то тогда уже работать с этим и минимизировать этого здесь это когда надо мы можем это включить чтобы например понимая что перед нами такой человек который мыслит вот так с ним на каком-то высокопарном языке возможно не стоит разговаривать сказать да как на его языке как бы и он тогда сразу поймет там с одного предложения дали с одного слова ты ему не будешь пользоваться объяснять культурным языком там например вот следующий момент это через вас и начислиться наши энергетические каналы наши энергетические каналы содержат в себе наработки вот если брать вчера очень хорошо сказали что ребенок приходит чист да вроде как чистенький на самом деле это не совсем так он чистенький с точки зрения этой жизни его рассматривает инкарнацию и мы принесли поэтому наших каналах и чакрах все наши косяки которые у нас были начинать нужно очищать дальше через асаны очищаются наши энергетические каналы то сказалось бы мы тянем тело мы раскрепощаем его но меняется работа сознания то есть в нашем теле начинает энергия течь правильно циркулировать правильно она не застаивается благодаря этому наше сознание начинает работать по-другому вот например почему люди там прибегают к алкоголю там или даже присажены на какие-то вкусняшки да почему потому что почему тяга это но если не говорить понятно что есть причина на энергетическом уровне там блок энергия не проходит и человек человека это гнетет каким-то образом и он хочет как-то изменить работу своего сознания да там почувствовать вот эту удовлетворенность прямо сейчас вот ему надо убедиться что она существует да на своей шкуре так сказать а вот я как раз она говорит что можно и без этих вещей если ты постепенно до запастись терпением и ты постепенно изменишь на этот результат он будет намного более долгосрочной и с перспективой дальше постепенно таким образом наше сознание начинает подниматься и быть на другой чакре на другом уровне то есть мы позади вот почему и говорят регулярная практика нужно потому что мы поддерживаем сегодня позанимались завтра позанимались послезавтра и мы привыкаем то есть наше сознание и энергия уже до прочищаются каналы она уже легче течет на более высокий уровень и мы с этого уровня уже смотрим не с уровня до на там например первого этажа осмотрим на ситуацию с уровня второго этажа когда мы видим уже вот мы с пятого этажа вообще лучше видим да куда нам пройти здесь как выйти там туда куда нам нужно и что вообще вокруг происходит и также наше сознание постепенно начинает выше подниматься а поднимаясь выше происходит дальше изменения то есть мы начинаем уже чувствовать а что нам нужно для нашего развития что что на нас оказывает какое влияние то есть мысли постепенно наше сознание привыкла быть на более высоком уровне мы посмотрели что-то и смотрим у нас начинает возникать какие-то желания мы эмоционируем там это все вот влияет и мы перестаем это делать это когда человек попробовал вот общедоступный пример продукты выращенные у себя дома на грядке и вот он им какое-то время попитался а потом он приезжает город и покупает пластиковые там помидоры не знаю он уже и вообще они не нравится он ничего в них не видит вот тоже то же самое происходит то есть человек начинает понимать что вот вот то что он раньше смотрел это этот пластиковый помидор он мне уже не вкусен он не интересен ничего мне не дает и он начинает вот у него автоматически отсекается то чем он интересуется опять же вот с музыкой что связано быстрые ритмы они очень влияют тоже есть эксперименты когда работа головного мозга это кстати тоже было все не просто так сделано были проплачены исследования как то есть музыку именно тембры все эти ритмы определенным образом влияют то есть наша волна работы головного мозга она становится все слышали клиповое мышление вот это и развивается заметьте вот кстати катящим баллоны на ссср да можно привести прямой простой пример такой прямой посмотреть фильмы которые были в ссср то есть сюжет был длинный то есть он от начала до конца проходила сюжетная линия не было спецэффектов да то есть ты вникал ты погружался ты размышлял вместе там с мыслью то там режиссера ну грубо говоря как будто ты вот книгу читаешь а сейчас то есть какие-то кусочки мало связанные action все вот это клиповое смышление развивается клиповое смышление она чем плоха и вместе с тем вот как визуальный ряд так и звуковой он одинаково влияет то есть длина волны мозговой она становится вот такая вот резко то есть что это говорит это говорит что вот если например у человека есть много различных данных он их так и будет воспринимать кусочками он не сможет взять их все так загрузить себе до оперативную память обдумать и выдать такой же вывод на основе всех этих знаний всех этих факторов собрать общую картинку пазл сложить да вот хорошее слово есть иностранная такой пазл вот это вот как раз формируется и ты когда например вот не слушал долгое время там fm-радио тут тебе в маршрутке маршрутчик почему-то решил что если ему нравится то и все должно нравиться и погромче там любимую песню или таксист да то ты потом реально чувствуешь особенности ты какое-то время едешь вот очень тяжело переносятся там какие-то переезды когда ты там слушаешь он выходишь просто и реально не в себе остановишься то есть ты чувствуешь что сознание стало другим и ты хочешь просто вообще от этого отдалиться там где-нибудь в лесок тишине часок хотя бы посидеть подышать про на яму и восстановить этот режим работы выложено в интернете это кстати уже давненько это 15 16 год есть такой господин гриф который был в свое время председателем сбербанка и он как бы прямым текстом говорит что если люди самоосознаются то имени возможно будет управлять то есть самоидентификация то есть человек перестанет отождествлять себя с какими-то моделями которыми в него были загружены ему нельзя будет да вот рассказать какие-то такие вещи которыми сейчас пользуются вот это вот крайне важный момент в йога детоксе с него надо начинать и вот я уже упоминал до дальше что следует это вот мы освоили асаны можно по чуть-чуть осваивать пранаямы но опять же пранаямы такой момент что если мы еще видим что у нас есть пристрастия то сильно ими увлекаться не нужно то есть если мы не можем побороть ну как бы не то что побороть а понять что какие-то вещи нам не нужны а мы их все равно делаем едим или смотрим или там реагируем или пьем да у нас получается когда мы пранаямой накопим энергию мы просто это в это же ударимся еще больше то есть мы пока не способны сильно много контролировать энергии и вот здесь нам на помощь приходят очень хорошее мягкое средство это мантры именно благодаря мантрам можно действительно серьезно чистить свое сознание лучше начинать с мантры мантры они намного более мягкие мантра просто повышает осознанность она очищает сознание человека и меняет вибрацию меняет просто качество энергии пранаяма меняет тоже качество энергии конечно есть их там разных много видов но качество энергии пранаяма еще и дает дополнительную энергию много и вот в этом проблема то есть если у человека есть еще проблемные зоны у меня просто были занимающиеся которые мне даже без пранаяма не говорили знаете вот мы так хорошо занимаемся я так себя хорошо чувствую у меня я вот раньше приходил с работы там все там спать даже типа ужинать не хотелось никаких сил ну конечно заставлял себя поесть но а сейчас говорит я прихожу и там три тарелки съедаю говорит я не понимаю как она в меня влазит на ночь да я начал ходить я чувствую у меня есть энергия и вот у меня просто я и не могу контролировать я понимаю что там третья тарелка это в принципе лишнее но я не могу вот поэтому в пранай с пранайами нужно аккуратно то есть мантра она помогает очистить сознание повысить осознанность но она не накачивать человека энергией да это вот например как человек шопоголик которого проблемы он все время что-то покупает да ему даже дает денег на сохранение он их разве сохранит яма не яма это конкретные предписания куда энергию не нужно вкладывать это яма и куда нужно это не яма помогая другим мы помогаем сами себе и кроме того вот такой метод вот служение то что говорит оксана он очень хороший и преподавание йоги такое когда у тебя есть вот такое дело ответственное то у тебя социальная ответственность очень сильно тоже повышается то есть вот такой можно пример привести до что часто вот знаю ребят и они например там совмещают еще преподавание с работой и вот они приходят и у них занятия например ну дома там пришли домой у них сейчас до занятия онлайн неважно но сейчас еще до занятия и у них стоит выбор или поесть или отнести да очень хочется есть они понимают что сейчас вот я поем плотно ну что хочется уже там сегодня ты нормально не мог и поесть или отнести эту энергию в зал людям и вот тогда начинает срабатывать вот это вот выбор да и он тоже обусловлен той информации которая нас загружена и люди говорят да я лучше ну потерплю потом уже как-то там если останутся силы и вот человек эту энергию аккумулирует и вкладывает тут еще тоже важно понять что энергия она не статично она не может вот так вот ее накопил и ходишь как шарик такой сюда чуть-чуть отдал сюда чуть-чуть она текучая и все меняется вокруг нас тоже меняется энергия вот поэтому нужно постараться правильно да вот не спеша и вот очень хорошо к этому действительно подводят и мантры и подводят шаткармы шаткармы они помогают очистить то есть есть такая шаткарма шанка пракшилана два нижних центра две нижние чакры очищает почему когда человек не ладеет собой ему нельзя давать дополнительную энергию потому что эта энергия начинает давить изнутри на эту пробку условно говоря она пытается подняться а там пробка и тут нужно как бы потерпеть преодолеть да то есть людям это сложно они привыкли захотелось взяли съели или сделали а тут надо не сделать и вот в этом проблема когда у тебя прямо ну знаете это как вот у зависимого человека это можно сравнить с зависимостью на энергетическом уровне не все отражены и человек да вот как говорят уши пухнут хочется курить да вот все я не могу вообще и вот так же работает со всеми вещами вот поэтому нужно очень аккуратно а шаткармы они помогают очистить шанка пракшилана это соленая вода делается теплая соленая вода чтобы она не впитывалась кишечник мы ее выпиваем делаем определенные асаны и она через какое-то время то есть эти асаны открывают сфинктеры нашем кишечнике она выходит очищая и наш кишечник и вместе на уровне тонком очищает наше тонкое тело то есть нашему адхара чакру и нашу свадхистана чакру и здесь вот как раз очень хорошо будет человеку справиться не ждать там ну скажем до определенной степени ускорить процесс ускорить именно за счет осознанности то есть он подчистит например да вот он очень там любит там острую пищу или сладкое не может с этого никак слезть во первых у него перезагрузится микрофлора которая не будет требовать эту пищу нездоровую а во вторых у него появится вот этот момент что он сможет отследить свое желание и его реализацию он сможет ну начать это отслеживать а ты когда уже заметил проблему когда ты не в ней находишься до а снаружи нее то ты уже ей уже намного лучше управляешь и за счет этого происходит ускорение то есть человек не ждет там пока да он там она у него само отпадет а может и не отпадет это желание но вот он таким образом и соответственно различные эмоциональные проблемы злость паника страх раздражение депрессии это все со свадхистана чакра связано там очень много таких тревожность привязанность там к сексуальным удовольствием ну да вот это все свадхистана чакра и помогает это очень также опановая энергия которая выводится с помощью этой практики то есть ее меньше нас становится нас с ногами вот кто-то если заинтересуется почитайте на сайте умру есть описание подробное вы заметите как у вас начнут лучше раскрываться ноги легче сидеть станет да вот давайте я не буду никого убеждать вы сами попробуйте то что есть знаете я просто вам сказал сказал что это возможно вы попробуйте потому что не зря говорят убеждение уходит вместе с убеждающим что так не было нужно применить на практике следующая шаткарма которая помогает также очистить наши желудочно-кишечный тракт и справиться например с жадностью с перееданием это на энергетическом уровне тоже с психическими проблемами которые тоже с этим связаны начать их отслеживать почему они возникают это кунжело кунжело это то же самое мы выпиваем воду подсоленную и не делаем никаких оса мы просто вызываем рвотный рефлекс у себя выводим эту энергию из себя то есть нам становится легче то есть желание там переедать жадность и и постепенно становится меньше но опять же она не искореняет это как сказать такой экстренный инструмент когда вот нам надо мы понимаем но ничего сделать не можем вот чтобы справиться мы берем стоп кран дергаем и все да у нас остановилась но на самом деле это только помощь чтобы мы начали это отслеживать себе и работать с этим то есть пока это не изменится на уровне нашего сознания на уровне наших пониманий и осознанности владения собой не произойдет изменений то есть это ну как вот такая помощь ну как хирургия уже в медицине да так и здесь а также она помогает если неразделенная любовь у человека либо тоска какая-то хандра там такая глубокая санахата чакры то есть проблемы есть еще джаланетти это очищение носовых пазух это третий глаз также очищается гаджакарани это отрыжка тигра вообще она переводится да такое гаджакарани вообще она использовалась йогами для того чтобы если приходится есть скажем такое встретила объяснение но очень логично йогами если грубая очень пища была и пищеварение вот когда вы начинаете заниматься вас но с одной стороны становится лучше но с другой стороны вы хотите более легкой пищи и постепенно да вы на легкой пищи но отвыкать от вы то например грубой можете отвыкнуть и может быть не хватит переварить и вот чтобы грубые остатки пищи вывести из желудка чтобы они там не приносили нас вред не отравляли потом наш организм не проваливаясь кишечник нужно делать гаджакарани за счет этого выводится то есть это тоже самое но например делается через там два с половиной три часа после еды а то есть то что переварилась она ушло в кишечник а то что осталось в желудке его мы можем выводить ну скажем йоги это часто используют для того чтобы во первых вызвать у себя определенное отвращение к перееданию а в другой момент для того чтобы помочь самому себе то есть если на моменте возникновения желания и помещение этого внутрь себя ты не успел справиться то для того чтобы это дальше тебя не отравляло не шло по кишечнику ты как бы наевшись того что ты не хотел бы есть и понимая о чем речь идет да ты это выводишь из себя останавливается желудок и никакого ну да вот называется остановка желудка все то что ты съел она остановилась но потом очень неприятно выходит да вот вместе с этим гаджакарани это хороший способ такой есть а я здесь еще хотел бы сказать об очень важном моментик это конечно же помимо того что мы выбираем информацию мы также загружаем себя нужную информацию то есть мы берем вот духовную литературу и читаем ее смотрим развивающие ведические сериалы да что это делать это начинает замещать нас ту информацию те модели поведения то есть альтернативу создает у нас появляется как некий противовес то есть если в нашем сознании был набор из там 50 или там сколько фильмов у нас просмотрено как можно поступить в этом в этой ситуации то у нас появляется другой набор совершенно иных вариантов действия и когда у нас становится выбор мы с помощью вот этих вещей можем уже как-то побороться для начала да с вот этим то есть можно пожадничать а можно отдать что выбрать раньше да вот без этого я бы тут то конечно же моя рубашка ближе к телу а здесь же мы думаем а вот так вот и так вот может быть а такие такие варианты могут быть да вот мой любимый там персонаж махадев он поступал вот так вот это такое круто круто да и ты начинаешь тоже вот этими вещами это такой первый самый этап и вот это вот очень хорошо работает поэтому обязательно следите за этим очень интересный пример и андрей верба рассказывал они ездили в бутан вот сейчас нет возможности но вот них несколько уже поездок было и они рассказывали кто не знает бутан это закрытая страна то есть там 100 долларов просто ты заехал на территории страны чтобы находиться 100 долларов в сутки надо платить да и у них там буддизм при том у них очень у них и без пестицидов все выращивается без без гем его то есть они очень там вегетарианцев очень много то есть это действительно такая страна за то есть там сохранились вот эти устои там представляете но вот в ведические времена как было когда правитель 100 состаривался он начинал уходить как бы отдавать свою власть и готовится к перевоплощению готовится к смерти начинал практиковать интенсивно и там вот сейчас глава этой страны вместе с супругой они как раз занимаются сейчас в основном познанием себя чтобы нормально перевоплотиться и вот к чему это все это рассказываю потому что несколько лет назад буквально там по моему три года назад андрей говорил пустили туда интернет ну все то есть у них была закрыта все эта информация то есть они жили в определенном таком вакууме все те же проблемы начались начался алкоголь началась преступность начались разводы в семьях да у них очень кстати крепкие семьи очень благодарю за это дополнение у них там до сих пор вот вот я даже был в непале у них там до сих пор ведическая традиция когда не неопытный молодой человек выбирает себе будущую жену или наоборот супруга а родители выбирают то есть родители мудрые они знают жизнь да ну имеется ввиду родители которые выращены не на телевизоре там можно тоже да они говорят вот это действительно достойная пара будет моему ребенку и они начинают с ним выстраивать взаимоотношения они уже детей знакомят они представляете дети уже стану с песочницы они уже друг друга знают какой у них связи они притираются видят но и родители конечно смотрят то есть они не идут на насилие что все теперь будешь с ними жить и все а то есть они смотрят и получается насколько крепкая семья вот все самый мощный момент это ретриты и ретриты это как раз то что нам помогает понять что в нас не так какие-то наши вещи которые от которых мы постоянно страдаем действительно их заметить и заметить их не просто как бы да мельком а действительно глубоко как бы проработать им создать определенные для себя антидот наверное этих программ то есть мы учимся изучаем сами себя на ретритах идет очень большая комплексная работа там и чистота природы и чистота питания и аскезы которые очищают наши энергетические каналы и там действительно можно почувствовать вот кто мы есть на опыте и отделить себя вот я наверное завершу этим моментом что у меня вот первая випассана которую прошел я у меня был немного как бы такой фанатизм что надо вспомнить прошлые жизни там все и я там пришли приехал на випассану сидел сидел терпел изо всех сил там нет какую практику не пропускал там закручивался в подмассану подольше чтобы посидеть и так далее вот и ничего не вспомнил я думаю блин думаю вот 10 дней прошло а потом я увидел момент момент в том что ты достиг как бы внутреннего состояния глубокого покоя и это спокойное состояние вот это состояние не вовлечения то есть ты участвуешь но ты способен замечать в единицу времени все что происходит вот прям все изменения вот притом без шаблонов как бы вот как ребенок он видит все но он не навязывает ни на что шаблоны то есть он как бы вот с чистым восприятием таким ты начинаешь вот ощущать промежуток между ними пусть тебе возникла эмоция или чувство или желание и ты видишь что вот она у тебя замаячила перед тобой и ты начинаешь им уже управлять стыне просто она возникла и ты даже не понял что она поменяла твою переключила твое внимание полностью ты просто на это переключился а ты возвращаешься даже начинаешь что-то идет об у тебя все равно начинает срабатывать ощущение что меня то есть я вот вовлекаюсь что это не я тебя появляется задел как бы расстояние во времени и можно сказать в пространстве между тобой и тем что проявилась твои реакции эмоции и желанием ощущениями самоконтроль увеличивается но я говорю о более глубоком моменте когда ты даже на этом этапе ты увидев не включился туда тебе нечего терпеть ты просто скажем холоднокровно с холодным рассудком ты понял ситуацию и это не вызвало у тебя никакого изменения эмоционального фона первое что будет это ты начнешь видеть большую часть самых заезженных наших пластинок которые мы не замечали а это уже 50 процентов решения а потом эти заезженные пластинки начинают ослабевать то есть наши привычные эмоциональные состояния в которых мы привыкли жить они как стеклянные стены в которых мы привыкли да они мы сами себя как бы в них загнали они для нас и в этой жизни может быть предыдущих они очень-очень привычны и ты начинаешь постепенно их расширять они отваливаются отваливаться ты начинаешь видеть еще какие-то вещи которых ты до этого не замечал но они в тебе живут и просто так вот без осознания без нашего контроля управляют нами то есть это тотальная как бы осознанность начинает развиваться у тебя как бы открывается возможность теперь действительно выбора которые у тебя до этого но не было то есть выбор без выбора был дал нас до этого то есть когда тебе просто предлагалось из того что ты не хочешь или вот это или вот это да а здесь ты начинаешь понимать а вот есть еще третий вариант я могу вообще не так сделать и ты как бы в себе открываешь вот эти варианты которые ты до этого не видел и за счет этого ты привычные все тенденции свои поведения начинаешь менять если скажем ты какой-то ситуации постоянно включала заднюю дата ну вот есть люди которые там вот на них повысили голос и они такие опытом съезжились там спугались хотя они могут быть правы до замок там и ушли в сторону а тут человек начнет замечать стоп я я испугался да я чувствую страх начинает понимать нужно начинает контролировать эту ситуацию и он уже не включает заднюю он идет уже дальше и вот этот момент вот тогда начинается действительно реальная работа с этими реальная трансформация все вот эти ограничения они знаете как когда на них не обращаешь внимание они там живут своей жизнью да там мы как будет тебя не напрягают и они тебе там дают тоже что-то делать вроде бы но когда ты им говоришь все стоп они начинают сразу тебе давить на твои мозоли и если на випассану не готовится но на ретрит конечно полностью подготовиться это нужно справедливо сказать невозможно но какую-то значительную часть чтобы ты потом уже поработал с внутренним миром они со всеми вот этими программами и фильмами музыка которую ты послушал и только переваривал их то есть ты можешь их просто растянуть чуть-чуть часть какую-то проработать уже до этого убрать и это тут подмести там под полы по помыть там пыль вытери и ты смотришь уже о это уже как випассане ты уже подобрался например ты там еще какое-то время потерпел и ты уже подошел к какому-то каналу который позволил тебе чуть глубже погрузиться в самого себя понять процессы своего мышления своего ума вообще из чего состоит этот ум как он работает и так далее но это такая тема еще можно не очень долго разговаривать информационная гигиена это не то что к випассане готовится это вообще это как это сказать как как для просто что мы чистим зубы вот для йога это то же самое то есть для человек который стремится действительно жить осознанно и чистой жизни а вот следующий момент ну опять же регулярная практика хатха йоги шаткарма попробовать мантры петь то есть знакомиться с какими-то внутренними практиками медитации пробовать до короткие хорошо друзья благодарю вас за внимание видео